Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы постараемся разобрать очень интересную проблему в 3D печати, с которой и вы также можете столкнуться. Она заключается в том, что плита в какой-то момент перестает поддерживать нужную температуру во время печати. Но сперва немного предыстории. По просьбе подписчиков и зрителей я перепроектировал обдув для нашего BMG Aero Wind, который установлен на моем Ender Retrieve. А вот друзья и наш сам обдув. Вот до этой вот части у нас печать шла без какого-либо обдува детали. Температура 245, стол 105. Но так как деталь печаталась без поддержек, на вот этой высоте у меня появились оплавления. Начал перегреваться пластик. Я естественно включил обдув детали. И в этот момент у меня начали появляться эти ошибки. Конечно же возникла такая мысль, что обдув нашей детали просто переохлаждает нагревательный блок. И нагревательный элемент не справляется с данной температурой. Но чтобы это доказать и проверить, сегодня мы проведем ряд интересных тестов. И заодно выясним причину таких проблем, чтобы вы в дальнейшем с ними не столкнулись. Сейчас установлен здесь 40-ваттный нагревательный элемент, точно такой же, как и в штатном заводском хот-энде. Включаем нагрев до 245 градусов. Кстати, марлиновская прошивка мне нравится. Здесь очень много дополнительных функций, которые можно использовать, не занимаясь лишней компиляцией на компьютере. На данный момент установлен хот-энд зона от компании Mellow Store. О нем я делал отдельный обзор. Нагревательный блок V6. Как видите, друзья, в ручном режиме притер набрал температуру 245 градусов. Никаких проблем не наблюдается. А теперь давайте сымитируем обдув нашей детали. Ставим ее на максимум. Хочу обратить ваше внимание, что обдув доет в область нашего сопла. Если посмотреть ближе, мы видим, что он попадает как раз именно на кончик сопла. Температура 245 удерживается, как и должна. То есть никаких проблем не наблюдается. Давайте уберем силиконовую защиту. Точно так же сделаем, как у меня было при печати ABS пластика. А на экране у нас происходит вот что. Температура понижается с 245 до 232 градусов. То есть нагревательный элемент не справляется за счет остужения. И вот мы слышим ошибка. Выключаем. Как только мы сняли силиконовую защиту, произошло падение температуры. И это очень странно, друзья. Потому что на моем NDR3 стоит точно такой же V6 нагревательный блок. И точно так же дует обдув. Сейчас ради эксперимента я запущу снова температуру 245 градусов. Но обдув мы включим где-то процентов на 40. И посмотрим справится ли наш нагревательный элемент с данной задачей. При включении 50% мы видим, что температура упала, но подымается до нужных 245. При этом водная гладь немного шевелится, но не прогибается. Теперь давайте сделаем обдув 60%. Водная гладь уже начала продавливаться чуть лучше. И даже уже немного видна ямка в области сопла. При этом температура все равно осталась на 245 градусов. Поставим 70%. Но, к сожалению, я так понимаю, это слишком мощный обдув. И, соответственно, наш нагревательный элемент просто не справляется. Нагревательный элемент на 40 Вт почему-то не хочет справляться с данной задачей. Давайте попробуем использовать вот такой вот 50-ваттный нагревательный элемент, который рассчитан на температуры порядка 300 и выше градусов. Это для тех ребят, кто захочет печатать высокотемпературными пластиками. Здесь мы видим, что дует намного сильнее. При этом температура остается в норме. Поставим 100% обдув. Здесь мы видим, как капитально прогибается под соплом вода. Обдувается очень мощно. А наш нагревательный элемент при этом все равно справляется. Держит нужную температуру 245 градусов. Итак, друзья, давайте подведем краткий итог. Нагревательный элемент на 40 Вт, штатный заводской, при включении обдува детали за счет охлаждения нагревательного блока начинает терять температуру и принтер уходит в ошибку. При этом нагревательный блок на 50 Вт справляется с этой задачей вообще без проблем. Но все-таки мощность его значительно выше. Но чтобы окончательно убедиться в правильности наших выводов, предлагаю провести еще один интересный тест с нашим штатным нагревателем. И для этого нам понадобится термопара для измерения температуры. Видите, я купил их две штуки от разных производителей, для чистоты эксперимента. На конце термопары стоит такой вот шарик. Это терморезистор, который при нагреве меняет свое сопротивление. И мультиметр в режиме замера температуры покажет нам фактическую температуру нагревательного элемента. Но чтобы удостовериться окончательно, что наша термопара работает исправно, проведем еще один небольшой, но очень точный тест. Для этого нам нужно закипятить воду. Мы знаем, что температура кипячения составляет порядка 100 градусов. Опускаем наш термодатчик. Он полностью погружается в воду, а значит, не должно быть никаких погрешностей. И видим на мультиметре 98-99 градусов. Вернул я на место вот такой вот заводской штатный нагревательный элемент на 40 Вт. И вот, друзья, на экране у нас 245 градусов, а на мультиметре 255, то есть плюс 10 градусов. Это в области термодатчиков. Если термодатчиком дотронуться до нагревательного элемента и замерить его температуру, 280 градусов. Как видите, друзья, проблема не в нашем нагревателе на 40 Вт, а в термодатчике, параметры которого неправильно указаны в прошивке. При этом температура в области термодатчика составила 255 градусов, а в области нагревательного элемента 280. А мы знаем, что для нагревательного элемента 40 Вт, 280 градусов, это уже предел, свыше которого ему уже тяжело работать. При включении обдува детали, без использования вот такой вот силиконовой защиты, потоки воздуха частично охлаждают нагревательный блок, тем самым заставляя наш нагревательный элемент повышать температуру свыше 280, то есть свыше его предела. Естественно, он с этим не справляется, температура начинает падать, и принтер уходит в ошибку. Вот это и есть основная причина. То есть нужно правильно подобрать в прошивке Marlin соответствующий термодатчик. На этом можно было бы завершить это видео. Но как вы уже поняли, мы с вами определили очень важный параметр. Это разность температур между термодатчиком и нагревательным элементом. Когда пруток попадает в нагревательный блок, он частично его охлаждает, так как у прутка комнатная температура, и до момента его расплавления все равно затрачивается какое-то небольшое время. Но этого все равно достаточно, чтобы повлиять на точность измерения температур. Это особенность вот такого блока V6, у которого термодатчики и нагревательный элемент находятся по разные стороны нашего сопла. Благодаря этому точность поддержания температуры значительно лучше, чем у штатного, например, чем у штатного МК8. Поэтому в качестве эксперимента мы поставим вот такой вот нагревательный блок CR10 или МК8. Они плюс-минус одинаковы. Но у CR10, видите, здесь два отверстия под разные диаметры термодатчиков. И поэтому он более удобен. И вот, друзья, мы видим, что наш нагревательный элемент сейчас работает с температурой 283 даже градусов. Это максимальный предел его возможности. 250 градусов – это возле нашего термодатчика, внутри нагревательного блока. Точно такие же значения, как и с блоком V6. А теперь, ради интереса, запустим обдув нашей детали. Давайте до 90 доведем. Сейчас идет достаточно большая нагрузка на нагревательный элемент. Это 285, 290, возможно, даже 300 градусов. Нагревательный элемент работает на пределах своих возможностей. Поднимаем обдув до 100%. И здесь уже обдув, конечно, начинает работать чрезмерно эффективно. И мы видим, что температура упала. Сейчас принтер уйдет в ошибку. Ну что, друзья, давайте подведем итог по нашим двум блокам. ЦР-10 МК-8 и В6. Температура нагревательных элементов обоих блоков составила приблизительно 280 градусов. При этом температура внутри сопла МК-8 составила 250. А возле термодатчика В6 – 255. Можно также предположить, что температура возле сопла составила тоже где-то порядка 250 градусов, как и у МК-8. То есть значения похожи. Но мы должны понимать, что предельное значение работы нашего 40-ваттного нагревателя составляет 280 градусов. Но при этом, как показал тест, он может работать и свыше 300. При этом, при воздействии внешней среды, а именно потоков охлаждения детали, у нас нагрузка на нагревательные элементы резко возрастает. И, соответственно, они не могут справиться с этой задачей и принтер уходит в ошибку, так как не может достичь нужной температуры. Можно сказать, что по температурным значениям оба нагревательных блока работают одинаково. Но В6 оказался более интересен для меня, так как термодатчик и нагревательные элементы находятся по разные стороны нашего сопла. И, соответственно, более точно мониторится значение температур. Но и к тому же В6 более компактный и более удобный в работе. В любом случае, оба этих блока требуют установки вот такой вот силиконовой защиты при печати высокотемпературными филаментами. Еще как вариант, можно использовать более мощный нагревательный элемент на 50 Вт. Он может работать и без силиконовой защиты. Но зачем нагружать электронику и принтер в целом, если можно купить в Китае за копейки вот такой вот важный и полезный девайс. Оказалось, что он защищает не только детали от оплавления, но и от перегрузки нашего принтера. Что касается моей проблемы, то всему виной оказался термодатчик. Вернее, неправильно установлены его параметры в прошивке Marlin. Сейчас я подберу нужные значения методом перебора и, соответственно, получу более правильные фактические температуры. Но я бы, друзья, не смог бы справиться с этой проблемой, не имея вот такого вот мультиметра под рукой и термопары. Рекомендую прикупить наборчик, потому что он действительно поможет решить многие вопросы. Представьте себе, если бы я этого не сделал, то я бы думал, что я печатаю с температурой 240 градусов, а печатал бы с температурой 270. Соответственно, на детали появлялись бы всякие оплавления, наплывы и прочие дефекты. Как видите, друзья, теория без практики бесполезна, потому что на практике мы можем найти методом перебора ту или иную причину возникновения наших дефектов. Надеюсь, это видео вам оказалось полезно, вы чему-то научились, чего-то новое узнали или вспомнили. С вами был Макс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Под видео будут полезные ссылочки из Китая, которые помогут вам сэкономить. Берегите себя и удачной печати! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.